Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, как на улице Чуйкова водитель Лады сбил 18-летнего курьера службы доставки. Этот гад мне еще наушники сломал, но я сейчас с него 50-ку требую. Почему версии пешехода и водителя сильно разнятся? Во-первых, с великой камни льса, так же, да? Во-вторых, светофор у него красный. Расскажем, чем обернулась невнимательность водителя Киа при повороте, не заметившего шедшую по переходу женщину. Я, честно, не видел, но я выезжал на зеленую. И дорожное происшествие с сюжетом мыльной оперы. Он сказал, мне некогда, вот девушка вам, с ней оформите. Мы говорим, как так, вы же водите. А также поиск рыбаков, пропавших на реке Ик, и путевка в суд для главы турфирмы, обманувшей клиентов. Это и не только прямо сейчас. 18-летний курьер службы доставки разбил голову об асфальт в результате наезда Лады Гранта. Молодой человек пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, признался, что на велосипеде. Водитель поворачивал налево Содоратского-Ночайкова, так же на разрешающий сигнал. Скорость была небольшой, поэтому серьезных травм парень не получил и отказался от госпитализации. Этот гад, конечно, наушники сломал? Ну, я сейчас с него 50-ку требую. Потерей наушников молодой человек был опечален больше, чем разбитый головой или недоставленным заказом. Последний, говорят, просто отменят. В этом ничего страшного нет. А тяжелых травм при падении он не получил. В больницу поедешь? Нет, нормально. У меня там ссадина как. Рассказывает, до конечной точки оставалось совсем немного. Пересечь две дороги, Чуйкова и Адоратского, и заехать во двор. Горел зеленый, и на пути к заказчику он не видел преград. Я вообще даже не знал, что я еду. Он, походу, слишком быстро заворачивает, и мне то ли в заднюю, то ли в переднюю. А, в переднюю он мне ударил. Ты на велосипеде был? Да. Если зеленой машины нет, то я посмотрел, я могу на велике переехать. Зеленый был, потому что я вот тут ехал, но на том еще 20 секунд оставался, а вот так только загорелся. Водитель Лады в этом с молодым человеком не согласен. Говорит, велосипедист нарушил как минимум два правила дорожного движения. Он с великом ехал на красном светофоре. Во-первых, с великом нельзя, так же, да? Во-вторых, светофор у него красный. Чтобы перейти улицу Чуйкова, пешеходам надо смотреть на два светофора. Работают они несинхронно. Зеленый, разрешающий пересечь дорогу в сторону улицы Гаврилова, загорается одновременно с зеленым для автомобилистов, двигающихся по Адоратскому в сторону Ямашева. Именно так и двигался водитель Лады. Ну, я на последнем секунду ехал-то. Уже светофор красный был. Вот я ее избил, сразу на светофор смотрел, там красный горит. Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. Видно, что поворачивал водитель. Явно не на последней секунде разрешающего сигнала. Даже после наезда по Адоратскому движутся машины. Теперь участников происшествия ждет разбор в ГИБДД, где и определят степень вины каждого из них. Ранья Амдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. При аналогичных обстоятельствах под колеса Киосит на улице Мира попала 51-летняя женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. 29-летний водитель иномарки с улицы Главной поворачивал налево и должен был пропустить пешехода. Однако женщину, как уверяет, просто не увидел. Я пока в шоке. 29-летний водитель Киосит не понимал, как перед капотом оказался человек. Поворачивал с улицы Главная налево на улицу Мира, когда почувствовал удар. Я, честно, не видел. Но я выезжал на зеленый. Большую часть времени разрешающий сигнал для автомобилистов, едущих по улице Главная и для пешеходов, переходящих улицу Мира, горят одновременно. Первым запрещающийся загорается для пеших участников движения. Через несколько секунд для автомобилистов. Именно в этот момент, говорят товарищи водителя, женщина и вышла на дорогу. То, что не увидел своими глазами, водитель иномарки рассчитывает посмотреть позже. Мужчина надеется, что момент наезда был зафиксирован камерами наблюдения. Ладно, камеры везде стоят. Можем посмотреть. Сразу после наезда пострадавшие вызвали скорую помощь. Женщина не могла стоять. Прибывшие врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации. Закрыт перелом копчика. Позже диагноз уточнили. Закрытый перелом тазобедренного сустава. Водитель остался на месте объяснять автоинспекторам, почему он не пропустил идущего по зебре пешехода, как получилось, что после поворота налево он выехал на встречную полосу и почему у него отсутствует полис обязательного страхования ответственности. Если его признают виновным в этом происшествии, то молодому человеку, вероятно, придется оплатить лечение пострадавшей женщины и с большей долей вероятности превратиться на время в пешехода. За причинение вреда здоровью средней тяжести административный кодекс предусматривает лишение прав на срок от полутора до двух лет. Рамиль Шайдун, Дарья Кореева, Вызов 112. 15-летняя девочка пострадала в результате столкновения двух иномарок на улице Мавлютово в Казани. За час до полуночи 22-летний водитель БМВ, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Тойоту, в которой находилась юная пассажирка. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Он улетел и даже не обещал вернуться. Девушка-водитель Киа-Сырата после столкновения с Ягуаром на перекрестке улиц Зорги и Фучика не ожидала, что второй участник происшествия покинет место ДТП да так быстро. Автомобиль, который, к слову, ему не принадлежит, мужчина оставил на месте аварии. Тут ситуация очень сложная. Сама по себе. Девушка-водитель Киа и ее спутник теперь не представляют, что делать дальше. Ситуация вроде бы стандартная, таких аварий за сутки в Казани происходит больше сотни, но этот случай из ряда вон. У него после ДТП через два часа самолет был. Он сказал, мне некогда. Вот девушка вам, с ней оформите. Мы говорим, как так, вы же водитель. У меня самолет, я не могу. А с дорогостоящие билеты какие-то, что-то, не могу перенести. И улетел. Вернуться при этом мужчина не обещал. Водитель Киа потом догадался, что водитель Ягуара, видимо, не хотел останавливаться на запрещающий сигнал светофора. И, видя, что поток уедущему по улице Зорге загорелся красный, стало выезжать с дороги дублера и перестраиваться на левую полосу, чтобы потом повернуть на Фучика. В этот момент в заднюю часть Киа и врезался Ягуар. Он то ли проскочил, то ли что хотелось. Не понял. Мне надо было налево перестроиться. Перестроился. Проезда водителям Ягуара на красный свет фактически не было. В выезд прилегающей территории находится доступление, и машины столкнулись, не доезжая светофора. Прибывшие на место автоинспекторы оформлять ДТП без участия водителя не стали. На месте составили разыскной материал. Автомобиль, как установили, не принадлежит ни водителю, ни его пассажирке, которую мужчина оставил на месте для оформления аварии. И теперь водителю Ягуара, вероятно, придется ответить за оставление места ДТП. За это предусмотрено лишение прав. А определение виновника столкновений, вероятно, отложится до того момента, как найдется второй участник аварии. Радик Фархулин, Дарья Кореева. Вызов 112. Шестой день на реке Ик, вблизи села Новый Мелькен Менделинского района, идут поиски двух пропавших рыбаков из Уфы. Напомним, мужчины 44 и 45 лет пропали, выйдя утром 4 ноября на рыбалку. Сообщение о том, что рыбаки не выходят на связь, поступило спасателям лишь через сутки. Спустя несколько часов после начала поисков была обнаружена вмершая в лед моторная лодка. Людей в ней не было, только рыбацкие вещи и лекарства. Рядом обнаружен примерший сапог. Чуть позже спасатели нашли куртку и фонарик. Всего с 5 ноября обследовано 70 квадратных километров акватории и 21 километр береговой линии. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней женщины генерального директора туристической фирмы. По версии следствия, с февраля по октябрь минувшего года она заключила с казанцами договоры и брала деньги за бронирование туров. При этом выполнять взятые на себя обязательства не планировала с самого начала. 30-летняя глава турфирмы активно привлекала средства граждан, обещая им оказать услуги по подбору и бронированию заграничных туров. Но выполнять взятые на себя обязательства она заведомо не собиралась. В итоге 18 клиентов остались без путевок и денег. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Мы поздравляем всех стражей порядка с их профессиональным праздником. Пусть рабочие будни будут безопасными, легких смен, карьерного роста, ну и чтобы этот нелегкий труд всегда оценился по достоинству. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Мы прощаемся с вами. Вы можете сообщать нам ваши новости по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-986-9-112-112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...